До Щелковцев часто доносится и, возможно, даже пугает низкий протяженный гул больших самолетов. Оказывается, это Ан-124, четыре движка. Специалисты уверяют, все, что летает на Щелковским краем, выходит из-под крыла 30-го Центрального научно-исследовательского института военно-воздушных сил Министерства обороны России и его научного правоприемника, Научно-исследовательского центра авиационной техники и вооружения, входящего в состав Центрального научно-исследовательского института ВВС Минобороны России. Сейчас в нем работает большая группа ученых-авиаторов Подмосковного региона Научного отделения Академии военных наук. В пятницу прошло торжественное заседание, посвященное 55-летию. Так как центр находится на территории Щелковского района, большинство сотрудников являются жителями Щелковского района, я хочу заверить вас, что мы делаем все возможное и будем делать все возможное для того, чтобы ваши семьи и вы сами находились в более качественных и благоприятных условиях на территории Щелковского района, и чтобы ваши задачи, которые вы ставите в своем профессиональном ключе, решались наиболее качественно. Сегодня всему миру уже видно, что мы готовы к любым испытаниям. И навязанная нам информационная война не помешает нам идти дальше в деле укрепления экономической и военной мощи нашего государства. Мы вами гордимся, мы вас уважаем и ценим. И сегодня, в честь юбилея, позвольте еще раз поблагодарить вас за ваш труд. 30-й институт был реорганизован в форме присоединения в качестве структурного подразделения к 4-му центральному научно-исследовательскому институту Министерства обороны Российской Федерации. Сегодня институт реализует новую стратегию научно-технического развития военно-авиационной науки. В нем проводятся системные исследования актуальных проблем, теории и практики строительства военной и государственной авиации, обоснования тактико-технических требований к образцам авиационной техники и вооружения авиации и военно-космических сил России. В последнее время все властные структуры и государственная дума, как орган, который должен законно обеспечить жизнедеятельность государства, большое внимание уделяют вопросам военных, вопросам развития вооруженных сил. Это очень здорово, потому что мы должны быть сильны, Россия должна быть сильная. «Тридцатка» – так коротко называют институт сотрудники и ветераны, расположен в городе Щелково на территории аэродрома Чкаловский. Институт был создан как главная научная организация Министерства обороны по авиационной и космической технике. Он предназначался для проведения системных крупномасштабных исследований по обоснованию перспектив развития авиационной и космической техники, как основы системы вооружения ВВС. Его предназначение было и для обоснования тактико-технических требований к новым и модернизируемым авиационным и авиационно-космическим комплексам, их двигателям, оборудованию и вооружению, проведению оценки боевой эффективности перспективной авиационной техники. 40 лет отдал институту доктор военных наук, профессор, лауреат премии правительства России Геннадий Горчица. Похоже, что мы выходим на хорошую прямую. В этих условиях, конечно, найти себя и без института решить ни одного вопроса, ну, в принципе, невозможность. Техническая революция произошла во всем. Надо правильно взять эти возможности и с учетом ограничений на ресурсы сформировать оптимальную авиацию. Это так сложно, но это так нужно для страны. Марина Познякова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».